Мир меняется, как мы уже выяснили, и совсем не факт, что он становится лучше. Вот, к примеру, европейские интеллектуалы считают, что Старый Свет оказался на краю пропасти. Арханг Памук, Салман Ружди, Людмила Улицкая, Светлана Алексеевича и другие знаменитые писатели призвали защитить Европу от главных угроз – политиков, популистов и Путина. Обращение 30 интеллектуалов публикует британская Guardian. Спустя три четверти века после победы над фашизмом и через 30 лет с момента падения Берлинской стены Европе предстоит новая битва за цивилизацию. Призывы восстановить национальный дух и утраченную идентичность крайне опасны. Далее я цитирую. Европу атакуют лжепророки, опьяненные чувством обиды и мечтающие о возможности оказаться в центре внимания. Она покинута двумя величайшими союзниками, которые в течение прошлого века дважды спасали ее от самоубийства. Одним по ту сторону канала, Ламан что-то имеется в виду, и другим, который находится на другой стороне Атлантики. Континент уязвим для все более наглого вмешательства со стороны хозяина Кремля. Сама идея Европы разваливается на части на наших глазах. Конец цитаты. Открытое письмо опубликовано в преддверии выборов в Европейский парламент. По их итогам ожидается усиление популистских, националистических и антимигрантских партий. Борис Райтшустер остается с нами на связи из Берлина. Борис, вот столь пугающая картина, описанная авторами этого письма. Насколько вы разделяете опасения интеллектуалов европейских? Опасения разделяю, диагноз не разделяю, потому что мне это слишком черно-белый. Я цитирую известного немецкого публициста, который мне во многом другом не очень близок, но в данном вопросе, по-моему, он очень правильно выразился. Он сказал, что то, что мы сейчас видим в популизме, это не является болезнью, это является температурой, которая вызвана болезнью. И поэтому мне очень не нравится, когда сосредотачиваются люди только на последствиях, и при этом не видят, что причина этому гораздо глубже, что во многом наша политика вошла в тупик, что во многом действительно есть внутренние очень большие проблемы, как это говорил наш великий историк Мюнклер, который даже цитировал Маркса, хотя он скорее правый, нежели левый, и говорил, что есть проблема с элитами. Что элиты оторвались. И если только бросаться на ответную реакцию, по-моему, это глубокое заблуждение. Я тоже вижу в популизме опасность, но я также вижу опасность в том, что сейчас многие склонены называть любую критику властей популизмом. Это очень тонкая грана, и, по-моему, в этом письме это тонкая грана не выдержана. Тут нет черно-белого. И я последний, кто защищает Путина. Я очень сильно его критикую. Я считаю, многое опаснее. Но сказать, что Путин виноват во всем том, что происходит сейчас в Европе, ну, это было бы смешно, если было бы не так опасно. Да, Путин там играет какую-то роль, но это реакция, он подливает масло в огонь, но не он это масло, не он это такой, Саша. И когда мы сейчас это все видим извне, и все видим каких-то врагов, во всем виноваты популисты, во всем виноваты какие-то внешние вещи, тогда мы не доберемся до глубоких причин того, что происходит. Давайте спросим у Вадима Малкина. Он, в общем, большую часть времени, насколько я понимаю, проводит в Лондоне, работает там. Я представлю Владимира Малкина как главу консалтинговой компании Transition Markets Consultancy. Вот, Вадим, слышите ли вы меня? Да, да, добрый вечер. Большое спасибо. Вы сейчас в Москве, насколько я вижу и понимаю. Да, да, Белоруссия. Ну, вот сейчас как раз мы обсуждали с Борисом роль хозяина Кремля, как написано в этом самом письме европейских интеллектуалов. Вот они его упоминают всего лишь, по-моему, один раз, но упоминают в качестве такой одной из ключевых угроз, что ли, да? По-вашему, это так и есть или преувеличивается путинское участие в этом развале традиционной Европы? Ну, мне кажется, что это больше попытка некоторому объективному процессу придать черты искусственных усилий со стороны врага. Это всегда приводит к мобилизации электората. И по законам предвыборной кампании, конечно же, важно показать, что то, что происходит в результате объективных причин, это на самом деле происходит не случайно. И доктор Зло в роли Владимира Путина, точнее, Владимира Путин в роли доктора Зло – это вполне подходящий для этого дела персонаж. Я думаю, что там вполне возможно, что какие-то усилия со стороны России по некоторому влиянию на дестабилизацию в Европе, на некоторые попытки мейнстримовские партии, мейнстримовские политические силы как-то ослабить, ну, с этим сложно спорить, есть какие-то там факты по этому поводу, но умение приписывать все эти процессы в руке Москвы – это, конечно, художественное преувеличение. А поскольку у среди авторов этого письма очень много очень талантливых, даже, в общем-то, гениальных авторов, это вполне закономерно. Еще вопрос по поводу Брекзита, который упоминается. Там так красиво описано это, что двое союзников бросают фактически старый свет, имеется в виду, там, Великобритания и имеется в виду Америка, Соединенные Штаты Америки. Что касается Брекзита, поскольку вы постоянно находитесь во Великобритании, все-таки, Вадим, вот насколько, насколько катастрофичен Брекзит все-таки для европейской цивилизации, судя по письму очень талантливых писателей, это такой знак приближения конца, что ли, даже, да? Ну, приближения к пропасти, окей. Ну, мне тоже кажется, это, конечно, большое художественное преувеличение. Фактически, если Брекзит и произойдет, в чем сейчас уже, ну, судя по динамике курса фунта, да, потому что, ну, как бы, всегда, когда вы слушаете политическую дискуссию, нужно обращать внимание на то, что происходит с экономическими индикаторами, потому что экономические индикаторы врут реже, чем политики и публичные спикеры. Вот, если смотреть на то, что происходит с фунтом, который растет, то, в общем, рынок верит в то, что, скорее всего, либо Брекзита не будет вообще в результате второго референдума, либо он будет на каких-то таких условиях, которые не приведут к катастрофе. Фунт растет, там, евро тоже не происходит никакой ужасной катастрофы или падения. Поэтому, скорее всего, там, в реальности речь идет о некоторых таких играх вокруг этого процесса. Но, безусловно, для того, чтобы отмобилизовать либеральный электорат, для того, чтобы люди встали с дивана и пошли на избирательные участки, я имею для либерального избирателя, им нужно некоторое ощущение угрозы, некоторое ощущение катастрофы. И, конечно, это письмо очень правильный с точки зрения политтехнологии, талантливый ход. Но там же нет никакого заговора, правда, Вадим? Да нет, конечно. Заговора нет. Заговора нет, но талантливый, это правда. Вадим Малкин, глава консалтинговой компании, благодарю вас. Борис, я последний вопрос хотела вам задать. Вы знаете, пишут о национализме, о популизме в этом письме. И предупреждают о том, что фашизм не за горами, фактически. Вы живете в стране, которая все понимает про фашизм. Вот по вашим ощущениям, настолько ли плохи дела? Ну, я раньше думал, что немцы многие стали понимать фашизм, и что они хорошо занимались своим прошлым. Я сейчас очень в этом сомневаюсь. И меня очень пугает, что сейчас у нас такая тенденция, которая раньше была известна из ГИДР, Советского Союза, и которая, увы, и наблюдается в путинской России, что те, кто не согласны, что те, кто как-то критикуют, что очень быстро их называют фашистами. И я думаю, что нам не красит сейчас фашизм, как мы его знаем. Нам красят совсем другие вещи. Например, сейчас уже есть достаточно большая проблема, что многие немцы считают, что они уже как бы притязнены в высказывании слова. Это, опять-таки, не сравнивается с Россией. Но сейчас у нас совсем другие опасности. Я считаю, что, скорее всего, идет то, что немецкий бывший посоль У.В. Шрам в статье, которая сегодня вышла, назвал «скелетизация государства». То есть, что государство обращается в скелет. То есть, что у него отпадают какие-то части. То есть, я вижу большую опасность, действительно, потому что очень многие люди начинают терять веру в нашу систему, но всегда думают, что это повторится в прошлое. Это очень глупо, это одноклассно, это слепо. Перед нами стоят совсем другие вызовы, и они не менее опасны. Что ж, большое спасибо. Журналист Борис Райдшустер был с нами на связи. Говорили о вызовах, перед которыми оказалась Европа. Надеюсь, еще неоднократно увидимся в эфире RTVI. Редактор субтитров А.Семкин